Привет, я Артур и я дебобский инженер. Все любят веселые картинки, я надеюсь, потому что их будет много, точнее не много, но не будет, но года не будет. И я хочу вам рассказать интересную вещь, так на мой взгляд, и самое главное полезную. А что я считаю полезным, это опыт свой, а опыт это то, с чем мы работаем каждый день. Делали кучу ошибок, сделали кучу выставки и победили все проблемы. Я занимаюсь релиз-деплойментом, поэтому я делаю все, чтобы код, который вы пишете, дошел на продакшен. Там счастливо работал. Поэтому я работаю с Амазоном и расскажу вам, как Амазон смотрит на то, как происходит деплоймент. И сравлю это с тем, как происходит это у нас. Немножко истории. Фантазия, надеюсь, у всех хорошо развита, потому что я не хотел лепить еще один слайд с архитектурой. И поэтому вам придется немножко представить себе в голове. А эти ребята пока за вами посмотрят, чтобы лишними занимались. Проект старый, проекту больше десяти лет. И точно не знаю сколько, но в 2006 году люди уже деплоили второй кластер. Деплоили это все в железном дата-центре, Амазона тогда еще не было. Со временем появился Амазон и решили его использовать. Кое-что туда перенесли. Амазон, его сервисы очень хорошо подошли к нашему приложению. И мы довольны этим симбиозом. Наше приложение написано Java. Оно высоконагруженное. Обрабатывает 40 тысяч запросов в секунду. Эти запросы генерируют 3,5 гигабита в секунду трафика. Но, если быть откровенным, это обрабатывает CDN. А на нас, к нам доходит 7-8%. Но этого тоже достаточно, чтобы иногда получить проблемки. Основное наше приложение, это берет из базы данные и отдает их клиенту. Но также тут целый комплекс. Там есть отдельное приложение, которое генерирует красивые отчеты для клиента. Строит различные графики. Есть отдельно CMS, есть отдельно приложение, которое позволяет импортировать и экспортировать данные в больших объемах к клиентам. И все это, казалось бы, такие разные независимые приложения. Но все завязано на одну базу. Все завязано на отдельный Search Engine Application. И поэтому получается такой монолит огромный, который обновляется одновременно и мы пока не можем сочетать чего и сделать. Но, слава Богу, менеджеры американцы, они умные ребята. Там у нас похватились и подумали, что так жить, развиваться дальше нельзя. Поэтому собрали в команду умных ребят. Они подумали и решили, что давайте-ка мы начнем использовать новые технологии современные и немножко модель данных переработаем. Поэтому и так у нас появился Elasticsearch, Cassandra, MongoDB, еще кое-что чисто амазоновское используется. И вот оно как раз позволяет разделить весь этот монолит на те конкретные части, которые независимо друг от друга могут разрабатываться, теститься и деплоиться. Ну и посмотрим, как это делается. Сначала Амазон что нам говорит, что ребята, если вы хотите начать разработку, то вам нужен Source Cloud Repository. Это может быть что угодно, Гид, СВН, Меркурия и тому подобное. Но неважно, это в целом сервер, который должен где-то быть запущенный и процесс должен рано. Для этого у нас есть у Амазона хороший сервис EC2 Elastic Compute Cloud. То есть это обычные виртуалки, которые дают вам память, которые дают вам процессор и вы вперед используете. Но для выполнения нужна еще какая-то среда, то есть операционная система и где ее взять. Для этого Амазон предоставляет Amazon Machine Image по нашему амишке. То есть это образ операционной системы. Вы можете выбирать какие угодно, там у них большой выбор. Есть как такие RAW-системы, то есть готовые уже от вендоров CentOS, Ubuntu, Windows готовые. Так и есть кастомные амишки там, где уже застаплены целые приложения и вы можете смело их использовать. Также эти амишки, они классные тем, что являются, они модифицируемые. То есть вы можете взять сырую систему, мы используем CentOS все на проекте. Мы берем и ее кастомизируем. Устанавливаем туда дополнительно все, что нам нужно. Сохраняем и сохраняется это все на S3. S3 это Simple Storage Service. То есть огромное хранилище, куда вы можете засовывать сколько угодно данных. Оно все схавает и будет там с огромной... По-моему 11 нулей у него... То есть 11 девяток после запятой у него надежность. Вот такая классная штука. Ну и вот вы взяли свой EC2 instance, загрузили с вашей амишки. А, ну и в чем прелесть? Вы установили свой там, например, репозиторий, сделали амишку. И, допустим, если что-то с инстансом случилось, вы его удаляете, создаете новый, указывая вашу амишку. И вам сразу же поднимается ваш готовый уже сконфигурированный заранее гид-репозитор. Но сорцы тоже надо где-то хранить. И чем больше проект, тем их больше. Чем больше девелоперов, тем больше у вас веток. И это все где-то должно храниться. Соответственно, вам нужно место для... Это у нас реализовывается при помощи сервиса Elastic Block Storage у Амазона. Это обычное блочное устройство, то есть или винчестер по-нашему. Его прелесть заключается в чем? Что вы можете к инстансу присоединить очень много этих волюмов. То есть, если вам недостаточное место, вы можете, во-первых, его сам волюм увеличить в размере до 15 терабайт. Либо же прицепить их несколько и засыпать рейд. И будете счастливы. Еще классно отвечает этого сервиса о том, что с него можно делать снэпшоты. Причем Амазон делает это очень прозрачно для вас. То есть, вы нажимаете эту кнопочку сделать снэпшот и все остальное сделано за вас. Вам не нужно мучиться фризать файловую систему, глушить аппликомку, чтобы оно пошло не так. В общем, оно одной кнопкой делает снэпшот и данные всех консистенций. С вашим инстансом, так как это все находится в Амазоне, а вы находитесь где-то в другом месте, вам нужно с этим инстансом общаться. Для этого существует Elastic IP, это обычный белый адрес. И его прелесть в том, что вы его можете прицепить к любому инстансу. Соответственно, если ваш инстанс помер, вы поднимаете новый, прицепляете его к этому новому инстансу. А девелоперы, они ходят в этот репозиторий по DNS-зависи. Соответственно, для них вообще разницы никакой не видно, не слышно. Так нам сказал Amazon. А как у нас на самом деле? В первом проекте, то есть на старой версии, мы используем SVN. У нас есть свой старый железный дата-центр, в котором находятся обычные железные сервера. Он запущен. Replication это, конечно, громко сказано. На самом деле, там обычный backup при помощи rsync делается. Тогда бы не получилось бы это так, красивая рожица. А вторая версия нашего проекта занимается, используют github. И они вообще не парятся ни о каких бэкапах и тому подобное. Все счастливы. Значит дальше. Есть у нас репозитории, но нужно нам как-то управлять своим проектом. Нам нужна Jira, Chrome Confluence, review board какой-нибудь. Все это тоже нужно настраивать. И опять-таки Amazon говорит, а ребята, используйте наш старый известный институт, все будет классно. И его прелесть заключается еще в том, что в зависимости от ваших вычислительных нужд, вы можете получать инстансы, довольно-таки точно градуировать мощность этого инстанса. То есть пока у вас двое девелоперов, это какой-то стартапчик далее, вы используете маленький дешевый инстанс. Когда вас много, то вы берете свой инстанс, останавливаете его, говорите, я хочу теперь крутой инстанс к вам. И оно поднимается, и так как у нас все было засетаплено на амишке, которая у нас не умирает, она хранит все, что вы на нее записали. Соответственно, вы получаете просто моментально крутой сервер, мощный, со всеми теми же фушками, что были настроены. Любой Jira Confluence надо сохранить свои данные где-то. Для этого существует база данных. Amazon предлагает RDS, это Relation Data-Based Service. То есть такая штука, где вы в два клика можете засетапить себе любую базу данных с UPD. И есть выбор между Postgres, MySQL, MS Service, Oracle. Прикольная штука, то есть первый шаг вы выбираете, какая с UPD вам нужна, а дальше вы выбираете его мощность и все. Там я немножко дальше покажу. Чуть-чуть подробнее расскажу про RDS. В общем, это прикольная вещь. И, как мне кажется, это действительно того стоит. Потому что вам для того, чтобы содержать Jira, не нужно иметь команду девопсов, которые будут заниматься сложными вещами. Например, тот же бэкапить MySQL. И RDS позволяет делать бэкапы, те же снапшоты одной кнопочкой. И, опять-таки, вы тоже не переживаете за то, чтобы эти данные были консистенцией. Потому что мы у себя на проекте с таких, ну, наших рабочих вещах сталкивались. И это довольно-таки проблематично сделать. То есть сделать снапшот, и чтобы на нем данные были не поломаны, не биты. А можно было постановить базу без проблем и использовать. И, опять-таки, Elastic IP. И, самая интересная вещь, с Elastic IP вы платите не за то, что вы его используете, а за то, что вы его не используете. То есть если вы себе взяли и им не пользуетесь, и вы не прицеплены ни к одному инстансу, вы за него платите. Вот такие хитрые ребята. Значит, что? Начнем мы свое разработание. То есть мы варим информацию с этапами. Мы довольны. Ему есть где работать. Нам есть куда пушать свой код. Начнем девелопить. Значит, есть вариант, и я считаю, это хороший вариант, когда у каждого есть своя рабочая станция, на ней установлена IDE, на ней есть working copy, репозитория, и там еще что-то настроено. И вы сидите довольные, счастливые, в интерактивной среде работаете. Ну и Amazon говорит, а знаете, ребята, бывают такие случаи, когда вам нужно создавать какую-то очень сложную, какую-то специфическую среду разработки. Поэтому давайте вы воспользуетесь нашими Situ Instance, вы это все засунете во мишку, и будете по требованию создавать эти рабочие станции, которые будут у нас крутиться в Амазоне. Ну, не знаю, по-моему, сомнительное удовольствие. Я спрашивал наших девелоперов. Мало кто имел такой опыт, но те, у кого был, сказали, что не очень приятно работать, потому что Latency делает работу некомфортной, когда у тебя все подтормаживает немножко. Плюс я еще гуглил. Тоже не нашел ни одного ответа, кто-то сказал, что действительно этот solution он классный и его действительно надо использовать. Кто-то пытался там немножко оправдать такой подход, но в целом люди сказали, что нет, нам такое не нравится. Мы делаем немножко не так. То есть вот эта часть у нас, это не workstation по требованию, а это уже заранее созданный тестовый environment. То есть в основном это data source. То есть это MySQL, Solar. у каждого девелопера свой локальный, всегда локально все настроено, это ешка с workin copy. Они пишут код, а если нужно пообщаться, протестировать его у себя локально и пообщаться с дата-сорсом, вот здесь у нас VPN, и мы напрямую видим вот эти вот хосты, то есть по application сразу можно коннектироваться к MySQL, сделала свои дела и все готово. Значит, ну мы писали-написали, наши пальчики устали, надо сбилдать то, что есть. Ну немножко перескочил, да, я обещал поговорить про ADS. Значит, вот эта картиночка, вот эта картиночка, она показывает, это одно из окошек, как мы создаем RDS instance. То есть, ну кто-то вообще настраивал MySQL, знает, как это делается. Ну в самом простом случае это довольно-таки просто, но иногда очень часто надо полезть в конфликт и что-то сделать руками. А здесь вот всего лишь вы при помощи подарочных списков говорите, какую версию вы хотите, какой мощности, нажимаете ОК и все готово. Мне кажется, это здорово. И вторая штука, я про нее забыл упомянуть, это вот здесь вот Amazon говорит, что если вам нужно не просто instance поднять, а что-то сделать гораздо круче, гораздо сложнее, то используйте для этого CloudFormation. CloudFormation это сервис, который делает вот что. вы берете файлик в формате JSON заполняете его и тут вы описываете инфраструктуру. Например, здесь вот, например, вы пишете EC2 instance, то есть я хочу instance, вот он, вы указываете амишку, про которую я говорил, какую конкретно, вот мощность instance задаете, ну то остальное такое, ну важное это, и все. Потом вы, а, ну здесь еще вот описан Elastic IP, вы приговорите там, какой конкретно хотите адрес и приотачиваете его, вот у вас идет ссылочка на вот этот вот instance. И если вы запустите этот стэк, то Amazon сам вам создаст это. ну здесь примитивный пример, а на самом деле, люди разворачивают целые пластера при помощи этого. Это классная штука, мы пользуемся из него очень сложно. Вот так вот, мы подписали, подписали и захотели сбилдить то, что у нас получилось. Amazon говорит, смотрите ребята, есть такие крутые чуваки, которые билдуют на каждый коммит, в пранк там, в мастер в пранчу, и есть я знаю проекты, которые делают 10-11 тысяч билдов в сутки. Соответственно для этого нужна специальная инфраструктура и как это сделать. Вот есть у вас instance, на котором установлен какой-то менеджер, который следит за вашими коммитами и отправляет сообщение в очередь. У Amazon есть свой сервис, SQS, Signal Field Service. То есть это обычная МПУшка, и вы отправляете в нее сообщение. Далее у вас есть пул воркеров, которые подхватывают, читают сообщения туда и начинают уже билдать вашу Аплипулку. В чем прелесть этого пула? В том, что есть такая штука, как автоскейлинг группа. Это такая сущность в Amazon, когда вы можете динамически менять количество инстансов определенного типа, которые вы должны выполнять какую-то работу. И вот он может общаться с этим SQS, следить за его состоянием. И, к примеру, если у вас там сразу все девелоперы решили закоммитить, куда-то и появилось там 100 сообщений, вам надо одновременно 100 билдов сделать, соответственно, автоскейлинг группа это увидит, создаст, к примеру, 100 воркеров, и каждый из них сделает вам билд. И готовые ваши классы, либо парки, либо отжарки предлагается засовывать в S3. Потому что оно съест все в любых количествах. Круто. Значит, если у вас это для тестов нужно, то S3, например, достаточно. А как вот Microsoft выкатывает свои обновления, и когда весь мир качает эти бинарники, то тут без CDN-а никак. И у Amazon есть такая штука CloudFormation называется. Это обычный CDN, то есть через него вы можете, не нагружая свою систему, без проблем раздать огромное количество данных. всему миру. Значит, как сделано у нас? На первом проекте это сделано магическим образом. Это чудо-машина. Одна будет система в железном дата-центре. На ней установлена целая куча скриптов различных. И эти скрипты по крону они стягивают, то есть у нас не по коммитам, у нас по крону, у нас 2 раза в сутки происходит. Значит, что скриптик стягивает source-код, потом запускается maven, он там прогоняет unit-тесты, он билдает варки, и потом есть ant, который собирает эти варки в RPM. И тут же на этой же системе у нас еще и находится юный позиторий. В общем, такой один универсальный комбайн, крутой, и разобраться без бутылки тяжело там, что-то ломается. Ребята со второго проекта посчитали тот же документ, который и я. Решили, что нам нравится этот подход, и мы сделаем. Только конкретная реализация это Jenkins. Есть один Jenkins-мастер, который круглые сутки работает, он следит за репозиторием, и когда происходит коммит в мастер-бранчу, он запускает свой балл. Вот здесь вот я выделил стрелочками, то есть курсивом, потому что это не всегда существует, эта часть, то есть только тогда, когда нужно. Мастер запускает instance, причем, как я говорил, что амишку уже можно засетапить туда софт, и для того, чтобы быстрее поднималась рабочая среда, то, соответственно, у нас есть амишки, в которых засетаплены Jenkins ливы, значит, мастер запускает instance с этой амишкой, slave просыпается, ага, я получил параметры входящие, скачал сорцы, сбилдал их и закинул на S3, ну круто все. И там, кстати, на S3 засетаплен еще и юм репозиторик, то есть там есть маленькая магия, но довольно-таки просто засетапить юм репозиторий на S3. И теперь нужно потестить то, что мы сбилдали. Амазон говорит, ребята, вот используйте наши предефайн ами, то есть для того, чтобы быстрее разворачивалось ваше окружение, вы обязательно туда что-нибудь засетапите. Можно заранее сделать амишку, которая будет хранить вообще все, но тогда вам придется слишком часто изменять сами амишки. И это ресурсоемкая операция. Поэтому рекомендуется статический софт, тот же Jenkins, поставить туда, а сорцы потом включать откуда-то, то есть динамические данные потом загружать откуда-либо. Также предлагают использовать RDS с его снапшотами, потому что в тестах очень важно создать environment, который будет иметь одинаковые начальные условия, чтобы все тесты были честные. И вот RDS снапшоты, они, например, позволяют вам создать базу с одинаковым набором данных для любой ситуации. Ну и как бы CloudFormation, который будет вам создавать ваш тестовый environment, разворачивать это все. Еще я тут не вставил четвертый момент, мне просто эта картинка понравилась. Поэтому есть еще такое понятие у них, как Spot Instance. То есть это каждый инстанс, он имеет свою цену. И в основном он стоит, к примеру, X, а Spot Instance, это у Амазона есть очень много неиспользованных ресурсов. И для того, чтобы они не застаивали и приносили хоть какие-то деньги, они там с большой скидкой продают вам эти инстансы. Вы можете всегда их взять. И там в 5-3 раза они дешевле получаются, эти инстансы. И вот те билды, которых надо производить много, очень здорово подходят эти Spot Instance. То есть запустили по дешевке, там сбилдали опубликувку и убили инстансы. Все здорово. Значит, что они говорят нам про тестов еще? Говорят, что нас Amazon очень классно использует для тестирования. Почему? Потому что внутри одного дата-центра вы можете поднять свое приложение и проверить, сколько оно максимум может обработать каких-то запросов. И, соответственно, один инстанс какой-то, тот же G-метр, он, возможно, не сможет, если у вас крутая припуха, он может не хватить мощности, чтобы нагрузить ваше приложение. Поэтому вы просто берете, поднимаете, сколько вам нужно этих воркеров, и ваше приложение упало с моментами. И второй момент для того, чтобы, если вы заботитесь о своих юзерах, вы хотите знать, как они себя чувствуют. Поэтому вы можете симулировать эту ситуацию. У Amazon на самом деле много дата-центров, они разбросаны по всему миру. И вы можете вот эти тестовые опликушки, точнее, те, которые будут замерять latency или какую-то другую метрику, которая отображает части клиента, в этих дата-центрах, то есть в Штатах, в Европе, в Азии, в Австралии. И оттуда вы можете пить свою опликуху и посмотреть на время реакции с различных кусочков планеты нашей. Вот такая вот удобная штука. Значит, как это происходит у нас? Вот, значит, на первом проекте у нас есть две реализации тестинга. Первое, это когда девелопер пофиксил какую-нибудь багу, он прогнал у себя юнит-тесты и хочет прогнать интеграционные тесты. У нас есть самописное приложение, в котором вы говорите, хочу такой-то набор тестов, хочу со своей бранчи запустить и база мне нужна эта карта. У нас хоть и не используется RDS, но так как мы смогли перенести свои базы в Amazon, поэтому мы можем делать снапшоты, и это очень удобно, чтобы вот эта выстрелка все настраивалась. Соответственно, кликается всего лишь одна кнопочка, и там поднимается инстанс, который есть из-под инстанс, который почти бесплатно вам делает работу, и он потом вот это все отработало, ваши приложения прошли эти тесты, и вам на почту приходит отчет о том, что все пропало, или вы молодец, возьмите пирожок. И потом более серьезное тестирование происходит у нас в железном дата-центре. Есть несколько серваков, на одном из них засветаплен TeamCity Master и несколько TeamCity Agents. На них практически то же самое, что вот здесь установлено, но статическое, то есть один раз засветапили, оно там есть. И разные тесты виды, одни работают по расписанию, там, например, каждое утро в 8 утра они начинают прогонять тесты, причем то, что к этому времени было закоммитено, то и проверили. А есть тесты, которые там действительно на каждый коммит запускаются. И вот оно все там крутится, вертится. Прикольно, но когда что-то ломается, этим занимаются другие ребята, я вот так не соображаю. Вот, значит, да, 2.0 версия нашего проекта, она посмотрела опять-таки на Amazon и говорит, мы и тут сделаем так, как вы говорите. То есть ситуация очень похожа на то, что мы видели с билдами, то есть есть Jenkins, который тянет сорцы с гитара, делает билды, причем это опять-таки поднимает свой волк на спуты инстансах, они прогоняют разные тесты, там билды и очень сложный процесс, но мы его вскрыли на маленьком квадратике. А потом, если билд и тест прошел успешно, то мы запускаем CloudFormationStack, который нам разворачивает полностью целый рабочий кластер. Причем вот это проецируется не только на какой-то конкретный кусок там инфраструктуры, оно все там идентично и мы можем запустить любой там DevQA, Environment Production, то есть просто задавая параметр. От этого зависит мощность инстансов и их количество. Поэтому полностью повторяется вся инфраструктура между этими вагментами. И вот оно заставило нам PrecationStack, поменяло запись в DNS. Есть такая штука как Blue Green Deployment, то есть когда у вас работает один стэк со старой версией, вы выкатываете новый, вы его тестаете, и потом, когда убедились, что все хорошо, вы меняете DNS-запись, которая начинает указывать на новый стэк, и пользователи начинают пользоваться им, а старой тушите, и тогда у вас zero downtime получается. Ну вот здесь тоже самое реализовано, и вне зависимости от этого варианта это происходит так, а Route 53 это амазоновский термис. А вот эти люди, если create environment, то это тестировщики, налетают и устраивают нам на канале. А если production, то это обычные юзеры, которые получают удовольствие от использования нашего сервиса. Ну вот, вот так это работает. Спасибо за просмотр. А вопросов нету, потому что все понятно, а потому что все непонятно? Нет, на старом проекте это все поделено между железным дата-центром, и мы там используем только SVM. А, то есть поделено между железным дата-центром и амазоном, то есть наше приложение, которое предоставляет основной сервис, оно легко скейлится, поэтому мы используем его в амазоне, а все остальное оно крутится в железном дата-центре. Поэтому у нас такой гибрид. А вот вторая версия этого всего, то есть оно предоставляет тот же самый функционал, но используя уже другой с тех технологий. Вот его изначально уже все сделали в амазоне полностью. И это как бы разные амазоновские аккаунты. Мы как даже отдельные команды, и мы мало друг друга что знаем, даже можно считать разные проекты. Вот, но так как утечка информации неизбежна, то мы много что друг про друга знаем. А какие особенности застосования спорт инстансов? Там есть restriction? Вообще никаких, то есть просто при запуске инстанса, по дефолту есть параметр при создании инстанса, который по дефолту имеет значение, что на полную стоимость ее использовать. А мы можем, если мы его указываем, то мы можем выбрать вот спорт инстанс. Единственная опасность с ними заключается в том, что они не гарантируют вам стопроцентный аптайм. В чем прикол? Это, в общем, рыночные отношения, спрос генерируют предложения. Когда много людей хотят одно и то же получить, соответственно, цена растет. И бывает такое, что на данный момент, буквально в четверг один тип инстанса стоил 3 цента за час, а стал стоить 3 доллара за час. И поэтому очень легко обанкротиться. И поначалу, давно, когда у людей не было опыта, то многие ребята так действительно обанкротились, потому что они не обращали внимания на еще один параметр, который появляется при использовании спорт инстансов. Это максимальная цена, которую вы готовы заплатить за нее. И вот они ставили ее любого размера, высокого размера. И когда у вас эта высокая цена появлялась, то вы очень быстро свои денежки съедали. Соответственно, вы просто ставите… Обычная практика – это поставить размер стоимости этого инстанса, когда он по обычной цене. И соответственно… Но когда цена этого инстанса превышает вашу ставку, которую вы готовы за нее заплатить, этот инстанс умирает. Поэтому для продакшена, точнее для приложений, для тех частей проекта, которые должны работать сто процентов времени, такой подход не работает. Но если вам нужны вот как билды, шум отработавые, то есть если что-то случилось, то ничего страшного. Это очень хорошо подходит и очень сильно экономит денег. У нас там на одном из наших кусков, нашего проекта, недели две-три назад, люди додумались и реализовали это все как раз на этих спут инстансах, и они начали экономить. Где-то с 40 тысяч в месяц они опустились до 10 тысяч. Классно, но имеет свое решение. Я несколько раз вспоминал CDN. Я не совсем, например, знаю, что это. Мог бы рассказать? Да. CDN – это Content Delivery Network. Если проще говоря, то это кэширующий веб-сервер. Что он делает? Для того, кто его настраивает, это BlackBox, у которого есть там парочку полей, которые он может задавать. Значит, что мы ему говорим? Первый параметр — это наш origin, то есть это тот адрес сервера, где крутится уже конкретно наше приложение. И второй параметр — это я так упрощаю, на самом деле все сложнее, но если в двух словах, то какой контент мы хотим кэшировать? То есть это могут быть HTML, причем мы можем как указать звездочка HTML, так и какие-то конкретные имена. Мы можем указать там, кэшировать JavaScript, CSS, ну вообще все, что подразумевается, как статический контент, и это можно кэшировать. Вы также указываете TTL, time to leave, то есть если вы махаете головой, значит вы понимаете, что это. И что происходит? Когда вы своим клиентам говорите DNS адрес, вы указываете не на свой origin, а вы указываете на CDM. То есть вы таким образом вы отрезаете прямое общение между клиентами и вами. И когда первый клиент говорит, да, мне там обращается к вашему, якобы к вашему приложению, говорит, да, мне там индекс HTML, в CDM этого нету, он лезет к вам, качает один раз этот индекс HTML, а потом миллион юзеров там просыпается, начинает ту же самую страничку дергать, но к вам уже эти запросы не идут, они идут все на CDM. И еще, то есть CDM выполняет две функции. Первая – это вот фиширование и разгрузка origin, а вторая – это уменьшение latency между клиентом, точнее для клиента уменьшает время загрузки сообщений, так как хорошие CDM, они расположены по всему миру, и он на основании источника клиента определяет, с какого места, куда его направить, чтобы ему было поближе качать этот контент. Вот, и ваше приложение может находиться в Америке, а я не знаю, какой-нибудь там китаец у себя будет получать данные именно с Китая. Вот, потому что все классно. Спасибо. Пожалуйста. А CDM для стритах есть, мистер Хонов? Какое данное за стрит? Да, Amazon вообще они… там очень суровые ребята работают, очень умные, и они стараются как можно сильнее интегрировать между собой свои сервисы, потому что они получают за это большие деньги, когда вы пользуетесь, когда вы туда залазите. То есть, если у нас на первом проекте мы используем только EC2, вот, и снэпшотинг с этих, с EBS Volume, то мы платим, ну, относительно говоря, небольшие деньги. А второй проект, он уже использует кучу-кучу амазоновских сервисов. И, с одной стороны, они один раз написали этот CloudFormation Stack, который им все красиво разворачивает, им не нужно тратить часы времени для того, чтобы разобраться, почему где-то какая-то бага вылезла, почему что-то не работает, или как это настроить, как это сделать лучше. То есть, об этом заботится Амазон. Если у вас где-то что-то не работает, вы просто его удаляете, и у вас появляется новенькое, хорошее, свежее, которое работает замечательно. И так вот, когда вы начинаете вот это все использовать в комплексе, с одной стороны, вы экономите на абсах, а с другой стороны, вы платите очень много Амазону. Поэтому они вот так хитро поступили, и они действительно очень сильно это все интегрируют. и там некоторые вещи в два клика просто интегрируются, могут общаться между собой. А еще S3 может статические веб-сайты хостить. Мы же целых расставались. Да, вот. Я ответил на вопрос. То есть, я так думаю, что если есть сидят в сириндре, вы хостите на эти циклы с шнешной? Нет, не обязательно. Просто если вы хотите сделать клиентам лучше, то да, лучше. Ну и в чем смысл? Что если у вас очень много клиентов, то лучше использовать CDN, потому что трафик между клиентом и CDN будет гораздо дешевле, чем трафик между клиентом и S3. Потому что в интернете вы еще платите за мегабайтики. То есть не только за хранение, но еще за трафик. Поэтому если у вас очень много, если у вас большой трафик, то вы быстро обанкротитесь. А CDN, да, он CDN делает и клиентам хорошо, и налогением. Да, пожалуйста. А сама группа, это на продакшене у вас живая в Амазоне? Ну, одна из них, то есть на первом проекте, на первой версии проекта, одна из них работает в Амазоне. Остальные все в железном дата-центре работают. Потому что у нас терабайтная база данных, и нам ее, и плюс она на старом SQL работает, и нам ее очень тяжело как-то двигать, и вообще, ну, боимся на нее дышать. А вот второй стейк, они работают с Elasticsearch, который изначально заточенный под клауд. Там все, ну, некоторые вещи очень просто делаются, поэтому, да, там можно, в общем, крушить, ломать все, что угодно, и все будет работать. Поэтому у этих ребят полностью все у нас нет. То есть они... Как бы цена тоже, ну, изменяется в зависимости от... Да, конечно, но... А так же нельзя сказать? Ну, конкретно суммы я не могу назвать, потому что я не знаю, у меня нет доступа к билингу. Но уже скажу, что Amazon постоянно твердит, что полное использование их сервисов... Так, значит, полное использование их сервисов, оно, наоборот, удешевляет вам... Ну, удешевляет ваш проект. То есть использование того же RDS гораздо дешевле, чем если бы вы просто взяли EC2Instance, поставили туда MySQL и использовали MySQL. Вот таким образом. Ну, так как у нас на первой версии проект, мы не можем никуда деться от этого MySQL, поэтому мы делаем именно так. Может быть, это дороже, я не знаю, но... А вы рассматривали альтернативные Google? Да, Amazon как-то к нам приходил, показывал свою презентацию, куда-то захвастаться, но они, судя по всему, связали всего Amazon. Единственное, чем они круче, это то, что Amazon считает почасово, именно EC2 почасово. То есть если вы запустили Instance, отработали две минуты и удалюли его, то вы заплатите за час. То Amazon, Google возьмут вас только за дверью. Это реально чем они круче Amazon. Ну, а так как бы... Лично мы делаем... Приблизительно, да. Принципиально там большого отличия нет. Ну и плюс из-за того, что мы там мелкие аксишки сидим у себя в Украине, мы такими глобальными вопросами не занимаемся, но судя по тому, что еще год назад приходил к нам Google и рассказывал свою красивую презентацию и ничего не изменилось. Значит, топ-менеджеры решили, что мы посидим на базе. Ну, а с другой стороны, это очень хорошо, когда вы используете разные дата-центры, так как вот есть печальная история, там какой-то конкурент GitHub уже отжил свое, потому что они потеряли свои Amazon-ключи, и ребята быстренько к нам залезли, удалили вообще все. То есть стерли проект с лица земли. Поэтому если у вас где-то есть во внешнем месте бэкапы, это очень здорово, а если нету, то поторопитут вас их сделать. Ну и, в общем, то, что рассказал Amazon, мне самому очень нравится, хоть я и не использую конкретно все это, мне это действительно нравится, очень здравомыслящие идеи, поэтому это очень удобно, ускоряет разработку, и самое главное, что это модно, это все в тренде, иначе своих апсов, пускай они вам так настраивают.